здравствуйте с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 7 июня всемирный день безопасности пищевых продуктов безопасность их должна обеспечиваться на всем пути их от места произрастания и производства до стола человека здесь должны учитываться факторы безопасного использования удобрений и средств борьбы с вредителями на стадии выращивания зерновых зернобобовых плодовощных ягодных культур безопасное производство мясопродуктов птицы и рыбы способы их правильного хранения и транспортировки а также обработки при приготовлении пищи или употреблении в пищу хотелось бы верить что все это выполняется также сегодня отмечается в россии день миллиарда ра день краудфандинга в 2012 году тоже официально появился в календаре в этот день начинает работу один из первых российских краудфандинговых сервисов сайт планета точка ру дословно термин переводится как финансирование толпой цели краудфандинга разнообразно это может быть создание книги выпуск музыкального диска помощь пострадавшим от стихийного бедствия поддержка для малого частного предприятия финансирования концертов и многое другое конечно же день этот неофициальный но в душе иногда каждому хочется чтобы нашелся и в его жизни спонсор у родившихся в 1794 году в этот мир приходит петр чадаев писатель религиозный философ и общественный деятель после опубликования первого трактата из восьми философских писем в 1836 году по указанию николая первого он официально объявлен сумасшедшим и навсегда лишен возможности печататься 1872 год рождается леонид собинов певец лирический тенор народный артист рсфср крупнейший представитель русской классической вокальной школы помимо всего прочего он давал благотворительные концерты деньги от которых помогли сотням талантливых ребят из бедных семей получить высшее образование когда началась первая мировая война своем большом доме собинов открыл лазарет 1897 год кирилл мерецков рождается маршал советского союза герой советского союза участник гражданской и великой отечественной войны 1933 год в этот мир приходит аркадий арканов писатель сатирик врач драматург эссеист а в 1939 году родился поэт автор и исполнитель александр дольский в 1940 году рождается том джонс томас джонс видуарт он родом из уэльса его красочные шоу эмоциональные песни принесли ему в середине 60-х широкую популярность концу восьмидесятых было продано уже более 100 миллиона пластинок в 1999 году он лучший певец года стал кавалером ордена британской империи в 1952 году рождается дарья донцова российская писательница автор иронических детективов настоящее имя агриппина существует мнение что под брендом дарья донцова работает не только собственно она сама целая команда писателей так называемых литературных негров это связано с тем что всего за 15 лет творчество под именем дарья донцовой было выпущено более 180 книг для одного человека считают некоторые написать такое количество произведений физически сложно в 2008 10 и 11 годах писательницу обвиняли в плагиате сама она все обвинения напрочь отвергает 1957 год день рождения александра маршала российского рок музыканта певца бас-гитариста автора песен его творческая карьера началась в шестом классе а первую свою песню написал в 15 лет на стихи александра пушкина потом армия работа матроса спасателя сотрудничество с группами аракс цветы в 1987 году алексей белов музыкант группы москва предложил маршалу создать парк горького которая за время своего 12-летнего существования обретает бешеную популярность со временем коллектив покинул солист николай носков и маршал занимает его место так он работает до 1999 года после чего уходит из группы в свободное плавание в 1958 году родился принц роджер нельсон принц американский музыкант певец гитарист виртуоз мультиинструменталист автор песен композитор продюсер актер режиссер на протяжении большей части своей карьеры выступал под именем принц но использовал также и другие псевдонимы по всему миру продано более 100 миллионов копий его альбомов даже после смерти 1986 год день рождения глюкозы настоящее имя наталья ионова российская поп певица и актриса ну а теперь о некоторых событиях этого дня 1099 году участники первого крестового похода достигли стен иерусалима и приступили к его осаде в середине следующего месяца крестоносцы под предводительством заступника гроба господня герцога нижней лотаринги годфрида бульонского иерусалим взяли несмотря на обещание сохранить всем горожанам жизнь крестоносцы вырезают всех проживающих в нем мусульман а заодно и евреев 1654 год в реймском соборе проходит коронация людовика 14 короля франции из династии бурбонов при котором абсолютизм достигнет наивысшего рассвета 1965 год корпорация sony представляет первый домашний видеомагнитофон по цене 995 долларов модель называлась юматик самые первые магнитофоны начинают появляться еще в 1950 году однако они были очень громоздкими поэтому их можно было использовать или в студиях или возить с места на место в специальных автобусах первые же бытовые которые позволяли воспроизводить изображение были продемонстрированы в шестьдесят третьем году прошлого века в сша в советском союзе использовались видеомагнитофоны отечественного производства кадр вплоть до конца 70-х годов впрочем некоторые их так и не увидели потому что очень быстро в нашу жизнь пришли любые импортные видеомагнитофоны ими даже зарплату какое-то время выдавали 1990 год алексий второй избран на престол патриарха московского и всея руси о монашеской жизни мечтал с детства но пострижен был в 32 года 15 предстоятель русской православной церкви за 10 веков ее существования на патриарший престол он был избран в этом девяностом году после кончины патриарха пимена ну и последнее 1502 год григорий 13 папа римский с 1572 года которому мы обязаны современным календарем приходит в этот мир он пытался активнейшим образом бороться с реформацией по всей европе поддерживал орден иезуитов и даже надеялся обратить в католичество самого ивана грозного при этом папа слыл человеком веселым привечал при своем дворе ученых и живописцев реформа календаря стала предметом особой заботы понтифика доверившись знаменитому немецкому математику кристофу клавиусу папа на склоне ряд решил покончить с недостатками прежней системы лета исчисления феврале 1582 григорий тринадцатый повелел перейти на новый календарь после 5 октября в том году сразу наступила пятнадцатая ох как хочется иногда в жизни сразу перескочить на 10 дней вперед или наоборот вернуться хотя бы на один день назад с вами был николай пивненко в проекте дата